Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Никита Васильев. И сегодня речь в нашей программе пойдет о работе профсоюзов. На настоящее время я напомню, что президентом нашей страны Владимиром Путином поставлена задача повысить валовый продукт, обеспечить экономический рост страны. Очевидно, что один из путей этой работы – это, конечно, выстраивание нормальных, цивилизованных отношений между сотрудниками и руководством того или иного предприятия. Нормализация этой работы на первичном уровне и, конечно, повышение производительности труда. Это все такие важные вещи. Они иногда сложные, иногда менее сложные, исполнимые. А помогают стать реальностью, помогают в этой работе, конечно же, первичные профсоюзные организации, которые, по идее, должны быть созданы на всех крупных предприятиях. Профсоюзы контролируют безопасность труда, исполнение трудовых договоров, в том числе коллективных. И напомню, что наша сегодняшняя программа, посвященная работе профсоюзов, – это одна из целого цикла программ о профсоюзах. Мы приглашаем различные организации, мы приглашаем людей из Федерации Тверских профсоюзов. Мы общаемся, мы ищем пути решения различных проблем и так далее. Сегодня вместе с нами председатель Федерации Тверских профсоюзов Раиса Федоровна Виноградова. Светлана Викторовна, здравствуйте, спасибо, что сегодня вместе с нами. И Светлана Викторовна Анисимова, председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества Сибур-ПЭТФ. Светлана Викторовна, здравствуйте, спасибо, что время нашли, чтобы сегодня к нам прийти. Начать, наверное, хотелось бы вот с чего. В основе работы профсоюзов лежит, как принято говорить, защита экономических интересов предприятия, ну а в дальнейшем, понятное дело, и государства. Вот, Раиса Федоровна, в связи с этим к вам первый вопрос. Какую работу ведет Федерация Тверских профсоюзов сегодня на территории Тверской области, чтобы вот эта задача по экономической стабильности, да, экономического роста, она решалась и выполнялась? Ну, цели и задачи самих профсоюзов, они определены в законе о профсоюзах, значит, в соответствии с которым профсоюзы обязаны осуществлять защиту социальных и трудовых прав работников. Ну, эта основополагающая задача не может быть выполнена, если на предприятии и просто в регионе, и в любом коллективе нет развитого социального партнерства. Социальное партнерство на предприятии – это главный акт, который свидетельствует о наличии такового партнерства. Это коллективный договор. Значит, Федерация Тверских профсоюзов по своему уставу, она осуществляет контроль взаимодействия и, так сказать, строит совместную работу между всеми профсоюзами нашего региона. В Федерации Тверских профсоюзов на учете находятся 11 членских отраслевых профсоюзов. Ну, основные образования, ПК, здравоохранение, культура и так далее. И, кроме того, есть отрасли, которые не охвачены областными организациями профсоюзов, поэтому три первичных профсоюзных организации нашей области состоят на прямом учете в нашей Федерации. И, в частности, такая первичная профсоюзная организация, как АО «Сибур» ПЭТФ, поскольку у них отраслевого профсоюза на месте нет, он нефтяной. Значит, несмотря на то, что эта первичная профсоюзная организация находится на нашем учете в Федерации недавно, второй год, тем не менее, она себя зарекомендовала как одна из лучших первичных профсоюзных организаций. И критерии оценки вот такой деятельности, они следующие. Значит, первое – это охват профсоюзным членством. Председатель первичной профсоюзной организации Светлана Викторовна расскажет, какой у них охват и как они его добились. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что практически все работники предприятия являются членами профсоюза. Поэтому у них хороший коллективный договор. И как показатель того, что это сильная первичная профсоюзная организация, которая помогает во всем администрации своего предприятия и заботится, прежде всего, о своих работниках, свидетельством того является то, что это предприятие АО «Сибур» ПЭТФ за 2020 год в номинации предприятия производственной сферы до 250 человек было признано лучшим и заняло первое место в указанной мной номинации по охране труда. Лучшее предприятие Верхневолжья. Это говорит о многом. Более того, в Федерации Тверских профсоюзов ежегодно проводится конкурс, который называется «Лучший коллективный договор». И принимая первый раз участие в этом конкурсе, в этом году они также заняли первое место. И номинация, в которой они заняли это почетное первое место, явилось именно «Социальное партнерство». Поэтому первичная профсоюзная организация АО «Сибур» ПЭТФ является образцовой в плане работы профсоюзов и участия в жизни как коллектива общества и в целом нашего региона. Поэтому хотелось бы, чтобы те предприятия, у кого нет первичных профсоюзных организаций, послушали внимательно выступление председателя первичной профсоюзной организации. Поскольку она более подробно остановится на тех гарантиях и льготах, которые предусмотрены законодательством, в частности, трудовым кодексом, их коллективным договором. И, возможно, это послужит мотивацией членства и вступлению новых первичек в ряды нашей области. Светлана Микторовна, достаточно высокая оценка согласной работе в вашей профсоюзной организации первичной. За счет чего, как вы думаете, удалось добиться таких показателей? И сколько на сегодняшний день, Раиса Федоровна, уже обмолвовалась, что достаточно много у вас членов профсоюзной организации? Сколько же их? Расскажите, пожалуйста. На сегодня в нашей первичной профсоюзной организации состоит 91% численности членов профсоюзной организации. Подавляющее большинство. Да. Но, конечно, так было не всегда. И это достигается, конечно, трудом и заботой о наших сотрудниках. Но, если посмотреть на сегодня, да, и численность составляет членство 91%, то, наверное, это и говорит о том, что все-таки мы идем в правильном направлении. И та работа и забота присутствуют. А что это за забота в таком случае? Расскажите, как вот профсоюзная первичная организация помогает своим сотрудникам заботиться о них, да, вот вы сами так говорите. Ну да, как мы это говорим, мотивационная составляющая для наших членов профсоюза, она такова. Значит, мы всячески пытаемся, производим сплочение коллектива, что приводит, конечно, к более и успешному труду в конечном результате. Что же мы, скажем так, в этой части делаем? Это и проведение культурно-массовых мероприятий, это проведение и спортивно-оздоровительных мероприятий. Такие, как и турниры, и мастер-классы, как для сотрудников, так и для деток. Спартакиады, кроссы, массовые мероприятия с выездом на природу для полностью семей. Это такие, как массовые катания на коньках, массовые катания на лыжах, дальше любые культурные мероприятия, посвященные там определенным и праздникам, просто сибурные выходные. Также, значит, у нас проходит ряд ежегодных экскурсий, театральный сезон. То есть мы также представляем с компенсацией членов профсоюза билетов в филармонию, в театры, выезды в Москву для посещения театров. Это одна сторона. Другая сторона, что также помогает нашим сотрудникам, это компенсация оплаты детских садов, это компенсация на оздоровление к отпуску, подарки к праздникам, приобретение помощи и компенсация санаторно-курортных путевок. Ну и для тех членов профсоюза, которые у нас наиболее активны, принимают участие во всех мероприятиях, конечно, тоже своего рода мотивация. Это тур выходного дня, бесплатный тур полностью для всей семьи. Мы знаем, что главная ценность любого предприятия, я думаю, коллеги не будут со мной спорить, это сотрудники. Расскажите, как заботитесь о ваших сотрудниках, какие меры социальной поддержки оказываете им? Это, конечно, совместные работы работодателя и профсоюза, которые основаны на принципах социального партнерства, равенства и взаимоуважения. И в части заботы и улучшения быта сотрудников предприятия, это является, конечно же, коллективный договор. И колдоговорная кампания у нас проходит раз в три года, итогом которой является, как я говорю, вкусная начинка колдоговора для наших сотрудников. Что за начинка? Расскажите, пожалуйста. Что здесь хочется отметить? Я, конечно, не все озвучу, что включает наш коллективный договор, но ряд таких льгот и компенсаций, которые имеют наши сотрудники, я сейчас озвучу. Это ряд дополнительных оплачиваемых дней к отпуску, это всевозможные материальные помощи к разным видам событий, это и обеспечение корпоративным транспортом, доставка работников на работу с работы, Это, естественно, поздравления к праздникам, которые мы проводим на проходных и на 23 февраля, на 8 марта, новогодние, это и премии к юбилейным датам, выплаты при выходе на пенсию, подарки детям и на Новый год, и на 1 сентября. А дальше, чтобы я отметила, это, конечно, забота и главное, это сотрудники, но для нашей компании и, в частности, для нашего предприятия еще важнее и главнее, это здоровый сотрудник. Соответственно, также это направление, еще одно направление нашей совместной с работодателем деятельности. Что же в данном направлении у нас проводится? Это, естественно, профилактическая работа. В чем она выражается? Оплачивается аренда спортивных объектов для проведения занятий плавания, тенниса, футбола, волейбола с привлечением профессиональных тренеров. Приобретаются абонементы в тренажерные залы и фитнес-залы. Согласно планам спортивно-оздоровительного программы происходит сдача нормативов ГТО. И надо сказать, что сотрудники у нас, в общем-то, участвуют. У нас в этом плане тоже все... Достаточно спортивные. Спортивные, да. Сотрудники, которые можно зафиксировать, они спортивные люди. Так. Существует компенсация на здоровое питание. На предприятии имеются уголки здоровья, комната релаксации, где сотрудник может также отдохнуть. Имеется свой медкомбинет и цеховой врач, который следит, скажем так, за нашим здоровьем. Проводятся тематические лекции для поддержания, да, для ознакомления. Да, нездоровье на предприятии. Ну и самый такой наш, наша изюминка, да, это оздоровительный центр отдыха, который находится в Анапе, Себур-Юг, куда направляются сотрудники бесплатно вместе с членами их семей и детьми. Ну, достаточно широкий такой перечень, да, я понимаю, что много внимания уделяется здоровью сотрудников, да, вне предприятия, скажем так. Но мы знаем, что, и я думаю, что Рейс Фёдоровна подтвердит, да, не даст мне соврать, что Себур одна из немногих компаний, где уровень травматизма и на самом предприятии, он практически сведен к нулю. Слава Николаевна, за счет чего удалось достичь таких высоких показаний? Десять лет. Десять лет? Более десяти лет без случаев. С 2009 года. Как так получается? С 2009 года. Ну, главное, наверное, что это все-таки стратегическая цель полностью всей компании, да, это управляемый ноль. Что это значит? То есть каждое предприятие стремится к нулю, то есть фактически отсутствуют несчастные случаи. И, как уже Раиса Фёдоровна сказала, что наше предприятие было победителем в конкурсе Верхневолжья, и эта, скажем, победа была не одноразовая. Поэтому, ну, можно, наверное, смело об этом говорить, да, что все-таки мы работаем в данном направлении. И вклад в безопасность, конечно, вносит каждый сотрудник. Начиная от руководителя компании, руководителя на каждом уровне, и завершая, наверное, эту работу каждым сотрудникам. Так вот, что же, значит, делается на предприятии? Как мы называем это принцип «тысяча глаз», чтобы не одни глаза смотрели и выявляли, да, возможные какие-то риски, а и глаза каждого сотрудника. Значит, у нас введен в 2020 году такой инструмент, как чемпионат по безопасности, где каждый сотрудник может увидеть, устранить опасное действие или опасные условия, тем самым устраняя риски. Значит, у нас есть такая же немаловажная программа, как «Безопасность без компромиссов», цель которой развитие рискоориентированного подхода, формирование правил безопасного поведения, развитие лидерства и вовлечение, естественно, каждого работника. И вот здесь помощником от профсоюза являются уполномоченные по охране труда, которые есть в каждом подразделении. Они являются, скажем так, правой рукой руководителя и в плане легче общения работник-работник, который может ему сказать о каких-то возможных нарушениях и для того, чтобы можно было бы сразу это устранить. Потому что у нас проводятся и стоп-часы уполномоченными руководителями, такие, как «Высота безопасности», «Шаг безопасности», где мы работаем именно на предупреждение каких-то возможных рисков проведению. Ну, достаточно солидный список, да? Я думаю, что на весь счет ничего вы перечислили. Конечно, надо уточнить еще один момент. Уполномоченные по охране труда именно от профсоюза, вот это очень значимо, их более десяти. Как бы вы оценили, вот мы сейчас услышали, Слава Викторовна нам достаточно много рассказала о своей работе, о работе первичной организации, как бы вы оценили? Ну, вы оценку уже в начале программы дали, но я еще раз хочу, чтобы это прозвучало. Ну, хотелось бы отметить то, что человек, кто, так сказать, понимает сути значения профсоюзов, оценил бы эту работу еще и по той причине хорошо и даже на отлично бы, что ведь этим делом профсоюз и их правком, и самое главное, сам председатель, занимаются в свободное от работы время. Это общественная нагрузка. Общественная нагрузка. И если они с таким энтузиазмом это делают, это говорит о многое. Вот и оценка. Арисон, такой же к вам вопрос. Услана Викторовна сейчас достаточно часто упоминала колодоговоры, коллективные договоры. Какую роль они играют в работе профсоюзных организаций и вообще в их создании? Это самый главный и основной инструмент развития социального партнерства. Коллективные договоры между сотрудниками и работниками. Заключается он, значит, работодателем и работниками. И представителем от работников является профсоюз. У них полноправный профсоюз. В тех организациях, где нет 50%, ну, как бы они просто представляют интересы работников, но у них полноправная, так сказать, сторона договорных отношений. Потому что, если говорить о развитии социального партнерства, так сказать, главный, наверное, так сказать, конечный результат главный при работе, при хорошем договоре и при его исполнении, это залог успеха работы всего предприятия. И дальнейший залог успеха экономики в целом. Да, естественно. И я полагаю, что если работодатель заинтересован в том, чтобы предприятие развивалось, сработало, чтобы работники были увлечены тем, что они делают, тем, что они за это имеют отдачу в виде гарантии компенсации, которую озвучила Светлана Викторовна, то я полагаю, что, наверное, многим предприятиям нужно задуматься о том, что Трудовой кодекс, Конституцию, закон о профсоюзах никто не отменял. И очень многое зависит в работе и по достижению экономических хороших результатов во всех сферах нашей экономики. Я думаю, что залог – это создание первичной профсоюзной организации. Потому что и сами члены профсоюза, и особенно выборные органы, это правкомы, председатели, заместители, имеют ряд социальных гарантий. Это при сокращении штата, при ликвидации, при распределении стимулирующих выплат, при распределении различных, так сказать, каких-то премиальных выплат, по охране труда и так далее. В Трудовом кодексе профсоюзам посвящено очень много разделов. Они очень значивые, важные, и это подчеркивает еще раз важность того, что профсоюзы на предприятиях нужны. Нужны, но за их отсутствие ведь никакая ответственность не грозит. Нет, конечно. Да, это мы понимаем. Мы знаем, что у нас сегодня представители первичной организации «Сибурпетф» в программе участвуют. Как пример хорошего. Пример положительного. Мы знаем, что не так-то все гладко в целом, наверное, в регионе. Есть проблемы определенные. Проблем в регионе очень много, потому что я озвучу две цифры, и тогда проблема станет ясна. У нас 61 тысяча охват членов профсоюза в области среди, так сказать, членов профсоюза, среди общего количества населения нашей области, и 1300 первичных профсоюзных организаций всего, так сказать, действуют у нас. Это очень мало по сравнению с количественным составом, как предприятий, так и всего населения в целом. Поэтому руководителям, работодателям, в принципе, нужно обдумать эту тему. А просто работникам нужно почитать закон о профсоюзах, в котором все прописано, что это добровольное общественное объединение, которое стоит на защите прав работников. Объединиться в профсоюзы можно с трех человек, начиная. Но надо в это верить. Как раз вы немножко предовосхитили мой вопрос. Расскажите вообще, как строится процесс создания профсоюзов на том или ином предприятии? Что для этого нужно? Вот от трех человек дальше. Значит, на любом предприятии при наличии трех желающих создается первичная профсоюзная организация. Значит, протокольно все это очень просто. На любом сайте любого профсоюза можно найти, как вступить в профсоюз. Я не буду этому внимания уделять. Тут важно желание людей, которые верят в то, что без профсоюза некоторые аспекты жизнедеятельности любого предприятия невозможны. И для того, чтобы вступить в профсоюз, нужно именно желание и добровольность. Очень много, так сказать, посвящено, так сказать, на работе профсоюзных организаций. И смыслу этой работы, и выгоде, и самое главное, каким-то вот хорошим, позитивным вещам посвящено на сайтах всех профсоюзных организаций, начиная от ФНПР. Почитайте и убедитесь в том, что профсоюзы очень многого добились за последнее время. И чтобы, так сказать, иметь все то, чего добились профсоюзы, первичные профсоюзные организации в целом очень необходимы. Санкт-Петербург, ну так вот уже завершая, да, скажем так, вообще, как бы вы оценили тот пройденный путь вашей первичной организации, которая вот существует уже достаточно долгое время? Все ли удалось решить, все поставленные задачи, да? Какие дальнейшие планы, немножко, так, в заключении? Нет, конечно, планы всегда есть, есть всегда цели к улучшению, есть всегда цели на развитие, всегда есть там, где возможно сделать лучше и больше. Поэтому мы не останавливаемся, естественно, на нашей численности в 91%, мы надеемся, что мы ее все-таки поднимать будем и дальше. Ну а для этого, как я уже говорила, нужна и качественная работа и отношения к нашим сотрудникам. Ну и желание сотрудников, наверное, самих тоже, да, сотрудничать с предприятием, да, скажем так, идти навстречу руководству, участие принимать в различных, в том числе и корпоративных каких-то мероприятиях и так далее, тоже, думаю, это немалая роль. Конечно, и еще большой плюс у нас это то, что это совместная коллективная работа, потому что работодатель, скажем так, с нами в одном, идет по одному пути, и мы не видим никаких, скажем, пробелов во взаимоотношениях. То есть здесь все достаточно слажено, и поэтому целью является сплоченный коллектив и эффективная работа. Ну что ж, у нас, к сожалению, время нашей передачи завершается. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, как строится работа профсоюзов, как строится работа первичных организаций на предприятии, о том, чем сегодня занимается Федерация Тверских профсоюзов. Сегодня с нами был представитель профсоюзов предприятия Сибурпет. Это лишь один из примеров того, как может строиться работа первичных профсоюзных организаций. Но в данном случае, Елена Федоровна, еще раз мы скажем, что это пример удачный, это пример положительный на территории Тверской области. Но, к сожалению, далеко не все предприятия могут похвастаться такой успешной работой профсоюзных организаций и вообще наличием профсоюзных организаций. Поэтому мы наш цикл передачи о профсоюзах продолжим. Мы будем рассказывать вам о том, какие предприятия у нас в этом плане стоит отметить, какие, может быть, немножко стоит пожурить, Раиса Федоровна. Будете нам помогать в этом тоже, как председатель. Я напомню, что сегодня вместе с нами в этой студии были Раиса Федоровна Виноградова, председатель Федерации Тверских профсоюзов. Раиса Федоровна, спасибо большое, что они к нам пришли. И Светлана Викторовна Несимова, председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества СибурПЭТ. Светлана Викторовна, тоже спасибо за участие в программе. Я напомню, что вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи.